Эфир СТВ продолжает новости. В студии Яна Таран. Здравствуйте. И главное к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусские хоккеисты должны показывать достойную игру. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с игроками и тренерским составом хоккейного клуба «Динамо Минск». В Беларуси этот вид спорта поддерживают на очень высоком уровне. У нас рекордное количество любителей хоккея, поэтому от игроков ждут не только хороших результатов, но и зрелищной игры. Напряженные матчи, обязанность хоккеистов. Чтобы команда играла слаженно, найти общий язык им нужно еще до выхода на лед. В первую очередь должна быть дисциплина, но это не значит, что игроки лишены права голоса. Все решения принимаются коллегиально. Что касается роли чиновников и функционеров, то, по мнению президента, их задача обеспечить тыл, то есть качественно решать организационные вопросы. Александр Лукашенко отметил, что у команды есть все шансы порадовать болельщиков. Кстати, после встречи с президентом в Национальном олимпийском комитете, игроки «Динамо» отправились на тренировку. Сегодня вечером они скрестят клюшки с хоккеистами подмосковного «Витязя». «Беларусьнефть» открывает официальное представительство в Индии. Штаб-квартира будет расположена в штате Асам, это восточная часть республики. Такой шаг направлен на укрепление сотрудничества с одним из крупнейших игроков индийского рынка нефти. Совместный проект состоит из 12 этапов и самый важный – разработка старейшего месторождения черного золота в мире. Для белорусской стороны это имиджевый проект с хорошими финансовыми результатами. В свою очередь Индия сможет запустить в работу нефтяную жилу, которая пустует последние десятилетия. 17 человек погибли в результате ЧП с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае России. Транспортное средство рухнуло в море, пострадавших на вертолете доставляют в ближайшие больницы. Многие в крайне тяжелом состоянии, не исключено, что количество погибших возрастет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, водолазы и медики. Утонувший автобус с помощью крана подняли на поверхность. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело. На восточное побережье США с угрожающей скоростью надвигается ураган Харви. Ему присваивают вторую категорию, что означает порывы ветра до 160 км в час. Этот ураган может стать самым мощным со времен шторма Катрины, который практически полностью разрушил Новый Орлеан. К очередному удару стихии штат Луизиана не готов. Из строя вышли три из пяти турбин, которые привозят в движение насосы для откачки воды. Власти не исключают, что придется в экстренном порядке эвакуировать население. Спасательные службы приведены в режим полной готовности для ликвидации возможных последствий стихии. В Баварии обрушился пешеходный мост. После инцидента были госпитализированы не менее 11 человек. ЧП произошло рядом с детским лагерем. Группа решила сделать на мосту общее фото. Однако конструкция не выдержала веса 40 человек. Многие упали в реку, что позволило избежать более серьезных травм и летального исхода. Полиция проводит проверку. В Бразилии растет количество жертв крушения двух пассажирских паромов. В общей сложности специалисты констатировали гибель уже 40 человек. Одно из двух ЧП произошло на востоке страны. Там перевернулось судно, перевозившее около 130 человек. Тела 22 из них уже извлекли спасатели. Многим удалось выбраться на берег самостоятельно. Там перевернулось судно, перевозившее около 130 человек. Тела 22 из них извлекли спасатели. Многим удалось выбраться на берег самостоятельно. Других все еще разыскивают. Ранее на реке Шингу на севере Бразилии крушение потерпел другой паром. Официально подтверждена гибель 19 человек. Моряки спасли более 20 пассажиров. Еще 7 числятся пропавшими без вести. Одна из полицейских машин, сопровождавших генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попала в ДТП в Варшаве. Водитель потерял управление над автомобилем и врезался в фургон службы доставки. От удара микроавтобус перевернулся. Одного пострадавшего пришлось освобождать из поврежденного авто с помощью специального оборудования. Четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Стоит отметить, ни генсек, ни правительственное авто в результате аварии не пострадали. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут с сентября. В Беларуси повышается тарифная ставка первого разряда. Ее размер составит 33 рубля. В связи с этим органом госуправления, исполкомом, а также руководителем организаций поручено провести перерасчет заработной платы. По данным Национального статистического комитета, в бюджетной сфере заняты почти 860 тысяч человек. Первокурсники Академии МВД сегодня приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в символическом месте на площади государственного флага. В строю более 500 человек. Это будущие офицеры Министерства внутренних дел, Департамента финансовых расследований, Комитета госконтроля, Следственного комитета и других ведомств. Все они прошли серьезный отбор. Позади уже и курс молодого бойца. Сегодня у Министерства внутренних дел праздник. Особенность этого праздника то, что 500 курсантов Академии Министерства внутренних дел нового набора принесли присягу на верность Республике Беларусь и ее народу. Это для молодого пополнения очень знаковое событие. Именно с этой минуты идет отчет их и службы, и дальнейшей взрослой жизни. После присяги на самом деле чувство эйфории. Так как после присяги мы идем на двухдневное увольнение, мы, так сказать, закончили на хорошем тоне курс молодого бойца. Это уже как завершающий этап того, что ты стал курсантом. Принятие присяги – это волнительное событие в жизни каждого курсанта, и все офицеры через него проходят. Это очень важно, потому что мы подводим итоги всему тому, что мы сделали на учебном сборе. Это волнительно и очень ответственно, потому что мы клянемся, не щадя своей жизни, защищать общество, наше государство и ее границы. В завершение торжественного ритуала молодые правоохранители прошли маршем. С момента зачисления в Академию новобранцы уже считаются сотрудниками внутренних дел. Рекордные за последние годы урожай рапса собрали в Беларуси. В закромах у аграриев около 620 тысяч тонн культуры. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Продукция из рапса пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. При этом растительные масла отечественного производства не уступают по качеству зарубежным аналогам. Так предприятие по переработке рапса в городе осуществляет поставки в Россию, Норвегию, Данию, Великобританию и страны Прибалтики. Мощность завода рассчитана на переработку 180 тысяч тонн по рапсу. Мы перерабатываем и бабой сои. Это необходимо в сельском хозяйстве республики. Для нас это тоже хорошее сырье для получения прибыли. И последнее. Ежегодное взвешивание проходит в лондонском зоопарке. Эта процедура очень важна, так как новые данные позволяют сотрудникам следить за здоровьем и развитием их подопечных. В зоопарке проживают около 700 видов различных животных и далеко не все охотно соглашаются становиться на весы. Например, пингвины делают это только в обмен на свежую рыбу, а львам предлагают мясные стейки. Но тяжелее всего приходится с белками. Замеры нужно успеть сделать за несколько секунд, пока они увлечены поеданием орехов. Такова информация на этот час. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Присоединяйтесь к нам и в социальных сетях. Наш следующий выпуск в 16.30. До встречи.